Здравствуйте! Это программа в центре событий в студии Снежана Журавлёва. Организаторы викторины Югре-900 заявили, что появились мошенники, вымогающие у югорчан деньги. В учении Свет в ОКД Сургута проходят мастер-классы лучших кардиохирургов России в программе и теория, и практика. И обидное поражение. Баскетбольный университет Югра уступил гостям из Ривды в последнем матче регулярного чемпионата. Центр избирком подвел окончательные итоги выборов. Председатель Элла Панфилова сообщила, что победил в голосовании Владимир Путин. Галочку в бюллетенях напротив фамилии действующего главы государства поставили 76,69% избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, получивший 11,77% голосов. На третьей позиции лидер ЛДПР Владимир Жириновский 5,65%. Всего в выборах 18 марта приняли участие 67,54% избирателей. Это 73 миллиона 629 тысяч человек. Мать, погибшей в ДТП под Ханты-Мансийском, спортсменки Екатерина Потапова, провела одиночный пикет возле здания Генеральной прокуратуры в Москве. Она на протяжении часа стояла с плакатом, на котором было написано Юрия Чайко, дайте Следственному комитету довести до конца дело об убийстве детей в Югре. Убийцы детей на свободе. Речь о страшной катастрофе под столицей Югры в декабре 2016-го. В результате столкновения автобуса с детьми и грузовиков погибли 12 человек. 10 из них – юные гимнасты из Нефтьюганска. По уголовным делам уже вынесены приговоры. Самый строгий из них получил водитель фуры Раиль Саидханов. Его приговорили к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы. Мы отзабочены тем, что убийцы сидят на свободе. Второй водитель Саидханов гуляет на свободе. Спасибо. Организаторы викторины Югре-900 сообщают, что появились мошенники, которые пытаются обмануть югорчан, выдавая себя за оргкомитет краеведческого мероприятия. Сразу в нескольких городах зафиксированы ситуации, когда у тех, кто заполнял анкеты, вымогали деньги. По информации открытого региона, в одном случае неизвестный позвонил жительнице Ханты-Мансийска с сообщением, что она выиграла главный приз – квартиру, и предложил ей оплатить налоги. В другом звонящий рекомендовал юриста, чтобы он помог ускорить процедуру оформления презента. Организаторы Югре-900 обращают внимание, что вся информация о викторине есть только на порте MyOpen Югра и по телефону горячей линии. Ее номер вы видите на своих экранах. Также они подчеркивают, что процедура определения победителей будет транслироваться в прямом эфире в официальной группе центра. Имена обладателей квартир, машин, путевок станут известны только после процедуры и будут также опубликованы на сайте открытого региона. Сегодня утром в нашем городе произошло ДТП с участием машины пожарной охраны, которая ехала на вызов. У спецтранспорта были включены проблесковые маячки и звуковая сигнализация. На перекрестке улицы Профсоюзов и проспекта Ленина ЗИЛ притормозил, пропуская поток машин. По всей видимости, водитель Рину Дастер подумал, что успеет проехать на разрешающий сигнал светофора, но этого не произошло. В аварии обошлось без пострадавших. Виновника установят следствие. Спецмашина МЧС ехала на ликвидацию пожара. Он произошел около половины 11 утра в магазине на энтузиастов 45. Торговая точка расположилась на первом этаже жилого дома, потому спасатели выехали по повышенному уровню сложности. К тушению огня привлекались 6 единиц техники и 18 человек личного состава. Причину возгорания установят органы дознания. Никто не пострадал, а вот почти все картины, продававшиеся в магазине, уничтожили. Не эпидемия, но уровень заболевших вновь растет. Более чем на 28% увеличилось количество пациентов, у кого диагностирован грипп или ОРВИ по сравнению с прошлой неделей. По всей Югре госпитализированы 285 человек. Превышение среднеокружных показателей заболеваемости регистрируется в Кандинском и Октябрьском районах, Урае, Коголыме, Нефтьюганске, Нижневартовске и Сургуте. С начала эпидемии в лабораториях автономии специалисты провели более 9 тысяч исследований. Наибольшую долю положительных находок составил вирус гриппа сиротипа В. Поэтому медики рекомендуют соблюдать особую профилактику заболеваний органов дыхания. Впервые в таком формате в окружном кардиодиспансере проходят мастер-классы ведущих хирургов России, специализирующихся на маленьких пациентах. Обучение приурочили к 20-летию кардиохирургической службы Югры. В течение двух дней специалисты не только занимаются практикой, проводят две сложные операции по коррекции редких врожденных пороков сердца, но и теории. В рамках мастер-классов запланированы лекции по особенностям хирургических вмешательств. Наша съемочная группа побывала в ОКД, выяснила все о редких пороках и новых методиках. Знаменитый американский кардиохирург доктор Джон Кирклин сказал, что это, пожалуй, самая красивая операция из всех, что делаются по поводу врожденных пороков сердца. В операционной окружного ОКД непривычно многолюдно диагноз полуторагодовалого малыша, которому проводят вмешательство общий открытый атриовентрикулярный канал. Неполная форма. Этот врожденный порок сердца сложный и достаточно редкий. При полной форме у пациента диагностируют общее отверстие между всеми четырьмя камерами сердца, сращение клапанов, при неполной дефект межпредсердной перегородки и недостаточность метрального клапана. На 10 тысяч родов приходится около пяти случаев этого ВПС. В Сургутском кардиодиспансере уже проводили операции по коррекции АВК. Причем с положительным результатом, но без постоянного самообразования и повышения квалификации дальнейший успех невозможен. Мы решили закрепить успех, несмотря на успешно выполненную операцию. Решили бы набрать группу пациентов с изолированной формой атриовентрикулярного канала, привлечь ведущих отечественных специалистов по проблеме лечения этого порока. В ОКД мастер-класс такого формата состоялся впервые. Для обмена опытом в наш кардиодиспансер приехали сразу несколько ведущих специалистов в России. Профессор Рубен Мавсисян выполнил более двух с половиной тысяч операций. Он соавтор восьми патентов, первопроходец в нескольких уникальных случаях. Его приглашали работать в Париж, однако он остался в нашей стране, чтобы развивать кардиохирургию. Профессор Российской Академии Наук заведует отделением в детской городской больнице номер один Петербурга. В его учреждении выполняют около 4% вмешательств по коррекции врожденных пороков сердца во всей стране. У нас не так много хирургов, которые оперуют на открытом сердце у детей с врожденным пороком сердца. Полагаю, что если взять крупные центры, все вместе, то это будет не больше 50 человек. Если не считать Москвы, то я считал эту цифру около 15 человек на всю страну. Мы прекрасно общаемся, ездим вместе, делаем серьезные конференции, публикуем работы вместе, рецензируем эти работы вместе. Естественно, совместно оперируем. Главный кардиохирург Тюменской области Кирилл Горбатиков демонстрирует коллегам свою методику проведения операции по устранению открытого АВК. Несмотря на то, что озвучили принципы проведения этих вмешательств в 2015 году в Хьюстонском медуниверситете, специалисты Тюменской области работали так с 1998 года. Вместо того, чтобы создавать в детском сердце фиброзный каркас при помощи заплаты из жесткой синтетики, здесь начали использовать собственные ткани организма. Где-то может быть подсознательно, где-то может быть шло накопление материала, но никаких жестких структур в сердце мы не имплантировали. Дальше мы проанализировали наш материал, начиная с 1998 года по 2014 год. И поняли, что практически из больше тысячи больных прооперированных у нас было всего три случая, которые потом потребовали протезирования клапана. То есть риск осложнений после этих операций, вероятность того, что ребенку впоследствии потребуется пластика или протезирование метрального клапана сокращается в разы. Сейчас тюменские специалисты готовятся к защите кандидатских по этому направлению. А сотрудники Сургутского ОКД, кроме работы в операционных, заслушают еще и курс лекции по актуальным вопросам лечения врожденных пороков сердца. Мастер-класс ведущих детских кардиохирургов России рассчитан на два дня. Дарья Давыдова, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. Отдых с пользой. Почти две с половиной тысячи детей проведут весенние каникулы в пришкольных лагерях в Сургутском районе. Традиционно в рамках программ будет работать физико-математическая сессия, экспериментариумы в инженерных классах, технологических лабораториях и не только. Большое внимание уделили патриотическому и эколого-биологическому направлению. Важнейшим пунктом подготовки пришкольных лагерей стала безопасность. Ее обеспечили и в образовательных учреждениях, и на территориях природных зон, где планируется детский отдых. Такие направления безопасности мы обеспечиваем. Это антитеррористическая защищенность объектов, там, где будут находиться дети. Это безопасное пребывание детей влези водоемов. Это безопасное пребывание детей и обработка территории от насекомых. Идет в Сургутском районе подготовка и к летней оздоровительной кампании. Например, на базе Русскинской школы-интерната каникулы проведут 200 детей. У ребят будет возможность узнать быт и традиции коренных жителей Сибири. Такая же схема позволила подготовить летнюю смену с элементами изучения английского языка в Белоярской школе. Кстати, это первый опыт сотрудничества администрации с некоммерческими партнерами по вопросам организации детского летнего отдыха в этих поселениях. Особенность преподавателем у нас будет Серж Доминика Пойнте. Это преподаватель из Великобритании. Он закончил Кембриджский университет. Пойнте у нас будет преподавать детям ментальную арифметику на английском языке. И также по программе Teach Building. Проект интересный. И мы знаем, что уже много детей желающих в этот проект. Духовная сила и энергия личности. Актеры Сургутского музыкально-драматического театра глазами литовского фотопортретиста Альгимантаса Александровичуса. В городском художественном музее торжественно открыли выставку наедине с театром. Для автора экспозиции актеры – люди, излучающие свет. Работы, посвященные Сургутскому театру, впервые демонстрировались на выставке в Русском доме науки и культуры в Берлине в прошлом году. Лично присутствовать на открытии выставки фотопортретист не смог. Он подготовил видеообращение. Поздравить с премьерой Вернисажа пришли многочисленные гости – поклонники творчества актеров. Портить – это ощущение театра. Ощущение быть внутри театра. Не просто зрителя, а быть в процессе. И вот сегодняшняя выставка, фото-выставка, я думаю, что поможет, поможет, наверное, не то слово, не поможет, а даст возможность нам заглянуть в глаза актера, не того героя, которого он играет, актера, а актера – это человека. Для гостей выставки «Живая ненавязчивая музыка» на экране отрывки видео спектаклей актеров Сургутского музыкально-драматического театра. Организаторы создали приятную атмосферу, когда можно полностью погрузиться в мир фоторабот. Зрители даже могли пообщаться с героями экспозиции. Всего Альгимантас сделал более 500 снимков. На выставку отобраны 60. В честь благотворного сотрудничества руководители Сургутского музея и театра обменялись подарками. Я хотела бы сказать огромное спасибо художественному музею за то, что, мне кажется, что это тот центр, который и пытается и достаточно успешно объединять творческий потенциал города. В данном случае мы объединились вместе. Эти юноши уже почти бойцы. В ДОСААФ состоялись соревнования по пулевой стрельбе, посвященные юбилею образования военных комиссариатов России, Сургута и Сургутского района. На турнир заявились представители 21 школы нашего города. Главным условием было наличие тира в учебном заведении. Основной целью соревнований стала популяризация стрелкового спорта. Вместе с тем старшеклассники Сургута смогли проверить, насколько они готовы к армии. Все участники, а тем более победители наших соревнований, конечно же, они когда придут на призывную комиссию нашего города, через 2-3 года, может быть, больше, в личных делах ребят будут отключены эти достижения. Мы обязательно будем учитывать их результаты при предназначении в те или иные виды вооруженных сил. Каждому участнику давалось 3 пробных, а затем 5 зачетных выстрелов. Поразить мишень было необходимо с расстояния 25 метров и с положения лежа. Именно так стрелять считается наиболее безопасным. Ведь спортивное огнестрельное оружие «Урал-2» приравнивается по своим функциональным характеристикам и весу к боевому. В командном первенстве победила 18-я школа. Почему мы делаем стрельбу из малокалиберной винтовки? Потому что, чтобы дети и призывники будущие понимали, что у них находится в руках, какая ответственность за ними. Сегодняшние участники соревнований уже почти готовы. Я не скажу, что про 100%, но большая часть готовы идти и защищать нашу Родину. Волейбольный клуб «Газпром-Югра» становился в шаге от финала Европейского Кубка Вызова. В Греции в ответном матче раунда 1-2 сургутяне потерпели поражение со счетом 0-3. Также завершилась и домашняя встреча между нашим клубом и Олимпиакосом. Таким образом, именно греки в решающей игре ЕКВ встретятся с итальянским Порто Равенна. «Газпром-Югра» сосредоточится на заключительном этапе сезона. Уже в субботу на выезде продолжится серия между «Газпромом-Югро» и «Ярославичем» в споре за 9-е и 14-е места по итогам Российской Суперлиги. Обидное поражение. Баскетбольный клуб «Университет-Югра» уступил в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Ревдинскому клубу «Темпсумс» у ГМК. Победа гостям досталась на последних минутах встречи, когда у сургутян уже не осталось сил сопротивляться. Дмитрий Курковец наблюдал за перипетиями этой игры. Победа в этом матче была важна для обеих команд. Сургутяне теоретически могли и подвинуть с третьей строчки турнирной таблицы как раз ревдинский коллектив. «Темп» – понятное дело, такого развития событий для себя не желал. Кроме того, команда Алексея Лобанова еще имеет теоретические шансы сместить «Спартак-Приморье» с его второго места. «У нас нет разницы, на кого выходить. Единственное, что всегда в Сургуте сложно играть, потому что вязкая игра получается, и все игроки опытные, и спуска никто не дает. У нас была цель одна – показать свою игру, потому что у нас есть определенные задачи на сезон, за которые премию мы можем получить». С первых минут зрители видели на площадке равную игру, до середины второй четверти чуть лучше забивали гости. Затем вперед вышел университет «Югра» и уверенно держал перевес до конца четвертой десяти минутки. «Опытная у вас команда, тренерский штаб, и поэтому нелегкой победы ни с нашей, ни с вашей стороны. Понятно, что это, как вы говорите, прогнозировалось, что очко в очко, в принципе, что это нравится и болельщикам эта игра. Где-то повезло больше нам». За три с половиной минуты до финальной серии на сургутяне упустили пять очков преимущества. Затяжной провал университета в атаке и обороне завершился вместе с окончанием игры. «В концовке получился провал. Именно в защите, я считаю, в первую очередь. Может быть, потому что ребята устали, выложились, полная самоотдача была, конечно, может быть, не хватило сил где-то в концовке». Баскетболисты «Темп» Сумсу ГМК оставили этот важнейший матч предварительного этапа Суперлиги за собой. Итог встречи 81-73. Обидное поражение университета. «Не получилось, что не все игроки сыграли, на которых мы делали ставку именно в нашей команде. Кое-что получилось по защите, какие моменты мы отрабатывали». Заключительные матчи регулярного чемпионата университет Югра проведет в столице нашей Родины против МБА и Химок Подмосковья. Они пройдут 28 и 31 марта, соответственно. Дмитрий Круковец, Денис Зонов, Сургут Интерновости. О событиях, происходящих в Югре, узнавайте первыми на канале Сургут Интерновости в Телеграм и на нашем сайте indefisnews.ru. Завершит выпуск коммерческая информация. До встречи. Обновить домашний текстиль выгодно и со вкусом. Комплекты постельного белья из бязи, поплина, махровые покрывала и теплые одеяла, пледы и даже прихватки. Все изделия из качественных материалов. На выставке любительницы домашнего уюта порадует текстиль на любой вкус. Кстати, есть возможность приобрести отдельно части постельного комплекта – наволочку, простынь или пододеяльник. Выставка текстиля проходит в расширенном формате. Представлена продукция «Фабрик России» и «Фабрик Китая». Постельные принадлежности, начиная с одеял, подушек, комплекты постельного белья, кухонный трикотаж, махровые полотенца, домашний трикотаж «Ивановский», который уже себя зарекомендовал давно. А также большой ассортимент покрывал и пледов. Цены на выставки ниже розничных. Каждая хозяйка найдет вещь по вкусу. Ведь выбор изделий огромен. Натуральные материалы – хлопок, эвкалиптовое волокно, бамбук, лен – самые популярные в этом сезоне. Выставка работает в торговом центре «Богатырь» до 25 марта. Новая коллекция курток в магазине верхней одежды – все по 3500. Одна цена на все изделия. Короткие и удлиненные модели с капюшоном и с воротником. С множеством практичных карманов и утонченные для притязательных модниц. Северная весна редко балует сургутян теплом. Производители учли этот фактор и удивят вас разнообразием наполнителей верхней одежды. Холофайбер, тинсулейт, натуральная верблюжья шерсть и пух сохранят тепло в любую погоду. Мы привезли вам новую коллекцию курток и пуховиков. От российских производителей привезли более 3000 моделей. Очень огромный размерный ряд от 42 до 70. Все отшивается на российских фабриках, то есть качество очень хорошее. Магазин верхней одежды «Все по 3500» работает с 10 утра и до 8 часов вечера. Без выходных и перерывов на обед. По адресу улица Ленина, дом 39, вас ждут приятливые продавцы-консультанты, которые помогут определиться с выбором. Приглашаем на выставку продажу текстиля «Фабрик России и Китая» с 19 по 25 марта в торговом центре «Богатырь». 31 марта на сцене концертного зала «Сур ГПУ». Московский театр кошек Юрия Куклачева и Владимир Куклачев с очень веселым спектаклем «Страна Кошландия». Компания «Жалюзи». Жалюзи всех видов, карнизы для штор, замеры и установка, изготовление за один день. Теперь мы еще и по новому адресу. Улица Геологическая, 9, в торговом центре «Славянский». Телефон 33 33 21. Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. Новый год прошел, но подарки не закончились. Реальные цены на квартиры в сданных домах от 1 миллиона 750 тысяч рублей и экономия на ЖКУ до 30% в подарок от компании «Сиппромстрой». Подробная информация на сайте sps86.com и по телефону в Сургуте 600 190. Компания «Сиппромстрой». Добро пожаловать домой! Первое в Югре реалити-шоу «Баттл Бизнес» На городском телеканале «Сургут-24» При поддержке администрации Сургута и Сургутской торгово-промышленной палаты А ты говоришь, не сезоник. Я все переживаю, как там наш крыжовник. Маш, сделай погромче, а? Хорошо там, где есть радиодача. И о погоде на 24 марта. Здравствуйте в студии Инна Павлев. В ночь на субботу уходящий циклон в Западной Сибири еще отзовется очаговыми зарядами снега и сохранится высокая концентрация облачности. Днем в регионе скажется гребень антициклона, и погода начнет проясняться. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно, с неустойчивыми прояснениями. Кратковременный снег. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха минус 18, минус 23. Утром переменная облачность, возможен небольшой снег. На столбиках термометров около 18 градусов мороза. Днем с прояснениями, без существенных осадков. Направление ветра северо-западное 3,8 метра в секунду. Температура 10,15 ниже нуля. В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции «Весна-лето» 2018. Скидка на всю зимнюю обувь 50%. В салонах обуви «Саламандр» скидка на зимнюю обувь до 50%. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет расти и составить 748 миллиметров ртутного столба. А у нас минус 20 на весь ассортимент «Филипс Авент». Соски, бутылочки, пустышки, стерилизаторы, радионяни, не проливайки. На все минус 20% уже в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам удачных выходных. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин